Темпы, с которыми строится и возводится жилье сейчас в Магнитогорске, не могут не удивлять. И мы, наверное, можем их сравнить, пожалуй, с 80-ми годами прошлого столетия, когда могучий трест Магнитострой от партии получал указания. И в результате, и в результате, буквально за 5-7 лет, город расстроился от юности и почти до труда. Сейчас, конечно, темпы такого глобального строительства пока еще не те. Но темпы строительства частного сектора, темпы строительства досуговых центров и курортной зоны, они вот на том уровне. И сегодня и сейчас темпы работы программы «Дом Милый дом» находятся на уровне, кстати, на уровне именно 80-х годов прошлого столетия. То есть мы можем работать быстро, мы можем работать оперативно, мы можем работать и говорить о многом. И сегодня мы продолжим разговор о технологиях строительства вместе со строительной компанией «Модуль», что располагается на советской армии 6, офис 110. Прошлый рассказ о деятельности фирмы «Модуль», как и программа «Дом Милый дом» вообще не то, что всколыхнул строительную, да и зрительную братью. Он понял и всковырнул наболевшие темы, как строить, с кем строить и чем строить. Не являясь специалистами широкого профиля, коих и не должно быть, и не являясь истиной в последней инстанции, давайте поговорим с профессионалами, с теми, кто строит. Вопрос был задан, мы поехали и получили ответ. Мы видели объекты, которые находятся на начальной стадии строительства, на промежуточной и на финальной стадии строительства. Организовывая вашу фирму, строительную компанию «Модуль», какую цель вы проследовали? Создать фирму, которая могла бы выполнять все строительные и отделочные работы от нуля до финального цикла. Лет 10-15 назад в моде было что? В моде была гипсовая лепнина и разноцветная штукатурка. Что сейчас можно сделать? Вот я, допустим, сфантазировал сделать в одном своем помещении замок, исторический, да, такой, в другом космический корабль, в четвертом, ну, не знаю, супермодную дискотеку. Это что, сейчас все возможно сделать? Да, 10 лет назад мы были ограничены в материалах и воплощении их, конечно. За 10 лет строительство сделало большой шаг вперед. Это начиная от отделки наружной, то есть, и заканчивая внутренней отделкой, множество, великое множество современных материалов, из которых при умении можно сделать хоть что, хоть космический корабль, хоть замок, хоть, ну, все что угодно. Так вы это умеете делать, я смотрю? Естественно. Умеем ли мы строить? Вопрос из разряда риторических. И не главное отделать фасад керамической плиткой. Надо делать капитально и качественно, чтобы было и красиво, и надежно. Так надо работать с первой, начальной стадии. То, что делает строительная компания-модуль, в аккурат попадает в эти рамки. И даже выполняет сверх норм. В чем это выражается? До применения новых технологий и реализации самых фантастических решений. Можно, конечно, делать, как все, но неинтересно. У каждой компании есть свое ноу-хау. И у каждой компании гордится своими освоенными технологиями. Мы увидели, опять же, то же, что не видели ранее. Это касается нового ледового комплекса «Умка». Что еще у вас есть такое? И чем вы можете похвастаться? Ну, что касается «Умки», нам пришлось освоить новую технологию. Это декоративная штукатурка. Никто в городе ее не мог сделать. Мы взялись, обучили наших людей. И выполнили очень с достойным качеством. Ну, вот я когда делал первый материал, я сказал, что, наверное, на это здание было уложено 10 тонн песка и еще чего-то. Реально. За какие сроки все это вам удалось сделать? Были данные жесткие сроки. В конце мая, наверное, мы приступили к работе и сделали это к дню города. Как вы знаете, к дню города открылся этот дворец. Немногим и не каждому дано регулярно появляться на телевизионном экране. И вспомнив, времена было и заметим. Регулярно это делали только люди ответственные. И сегодня и сейчас времена, когда мы можем выбирать, с кем нам работать интересно, возвращаются. Устали мы от надоедливой рекламы? Устали мы от бессмысленных шоу и сериалов? Давайте действовать. И время, и место, и персонали вам будут. В рамках программы «Дом, милый дом» и понятны, и доступны. А люди, которые умеют строить и знают, как это делать, нами уже найдены. Это строительная компания «Модуль». Когда-то из наших серых будней, вот этих вот панельных девятиэтажек, проекта там ПЖ непонятно какого года, мы выезжали в Америку и смотрели, как люди живут. Сейчас надо ехать в Америку? Да нет, конечно. Вы можете проехать по нашим объектам и посмотреть, как живут люди в Америке. Мы делаем, не строим и отделываем наши дома ничуть не хуже американцев.